А есть ли разные веры? Тоже ничего страшного. Что вы здесь делаете? Ничего не делаете. Сейчас я вам расскажу. Разные веры. Смотрите. Есть веры, нужно узнать просто правду. Правда заключается в том, что есть верующие трех категорий. Первая категория — это начинающие верующие, это фанатики. Они ненавидят другие веры, считают правильной только свою веру. Они считают правильным только свою страну, свой народ, свою культуру. И все остальное им очень трудно разглядеть, потому что не хватает духовной силы. Не потому что этого нет. Нет святости в других верах. Нет. Не поэтому они так вас считают, а потому что им трудно увидеть святость в других верах. Им бы в своей увидеть то хорошо. Но фанатики — это кто такие? Это люди, которые просто очень поверхностно воспринимают духовную жизнь. Они почувствовали вот это духовное счастье. Они к нему стремятся. Но они вот Бога... Ну, очень трудно им понять его глубоко. Они понимают, что Бог, он как бы о всех заботится, обо всех людях. Да и не только о людях. Он заботится также и о насекомых, и кузнечиках, и обо всех. И в каждой культуре он даёт свою веру для того, чтобы легче людям было развиваться. Но религиозные фанатики, они не могут этого понять, потому что у них не развито сердце ещё в этом направлении. Им нужно ещё потрудиться над собой для того, чтобы это понять. Вторая категория верующих — это верующие, которые любят все веры, понимают замысел Бога, и они очень глубоко как бы развивают свои веры, но при этом нормально, хорошо относятся к другим верам, вплоть до того, что у них есть много друзей в других духовных культурах, они дужат. Вот эти вот второй слой верующих, они объединяют людей. Это самые ценные люди на нашей Земле. Они объединяют духовные культуры, все они создают мир, атмосферу мира на Земле. Понимаете, они вот эти вот иллюзии фанатизма, национализма, реваншизма, всех этих вот измов, они разрушают. Настоящие верующие, они не враждуют друг с другом. Это второй класс верующих, есть ещё третий. А вот третий класс верующих — это люди, которые не видят различий так же между живыми существами. Они видят душу даже в дереве. Вот в начале корня дерева, в ведописах, находится душа. Такая же частичка духовная, как и вот здесь. Я это могу подтвердить с помощью своих исследований. Тонкое строение дерева не отличается от тонкого строения человека в основах своих. Тонкое тело человека более развито. Это просто какие-то там со звуком проблемы. Тонкое тело человека более развито, а тонкое тело дерева менее развито. Но структура одна и та же. Это указывает на то, что и там, и там одинаковая душа. Понимаете, да, о чём я говорю? Люди третьего класса, они видят эту душу везде. И в человеке, и в кошке, везде. И поэтому духовную заботу оказывают о всех. Вы знаете, что можно заботиться о животных духовно? Знаете, что можно реально им помочь? Для этого надо просто освещать пищу дома, с молитвой готовить. И просто кормить животных эти пищи так же, давать животным. Знаете, что произойдёт? Эти животные в следующей жизни будут рождаться людьми. Это единственный шанс для них родиться людьми, если вы им будете давать освещенную пищу. Потому что все животные рождаются людьми только по милости людей. Вот эта милость и есть та сила, которая меняет сердца людей. И так же сердца животных. Так вот, если у вас просто есть трение в семье из-за того, что у вас межрелигиозный брак, это означает, что у вас просто где? Поднимите руку, с кем я говорю, Юджей, потерял. У вас нет трений. У вас нет трений, тогда в чём вопрос? Венчание. Отвечаться. Что с венчанием делать? Да, да. Как ты что выбрать? Выбрать? Всегда выбирать противоположную сторону. Ну, то есть, понимаете, человек, который не может выбрать, он и не может выбрать. А если вопрос встал о выборе, если вы можете выбрать, выбирайте противоположную сторону. Венчайтесь в храме вашего супруга. Когда вы такой шаг сделаете, Бог так вас отблагодарит за это. Просто супер. Чаще всего у людей нет выбора. Они говорят, только в моём храме, только в моём. Выбора нет никакого. Тогда не будет венчания. Потому что у людей, которые только начали в духовной жизни, им может быть ещё и рано венчаться. Это слишком высокий уровень для них. А вот когда человек реально способен понять, что Бог есть в другой вере, он идёт и венчается там. Он Бога предал? Нет. Он на еврей, поверил в Бога и... Мой муж еврей, поверил в Бога. Что значит еврей? Ну, вере в исповедание. Вот именно. Потому что у меня тоже есть еврейские крови, как бы... Ничего не говорили. И в какой-то момент он поверил, что Бог есть и был обмечен. Его крестили. Ну, нормально, нормально, да. Да, то есть он крещён перед Богом. Я татарка. Соответственно... Вы татарка? Да. Или мусульманка? Мусульманка. Ну, смотрите, у вас идёт путаница нации, национальной культуры. Да. А вот русские, они кто, интересно? Славяне. Славяне. А больше православные. Или православные? Православные. Русские православные? Вы уверены? Раз, мы знаем, что это было. А 2000 назад на Руси была ведическая культура. Так русские православные или нет? Не надо этого говорить вообще, это бред. Русские – это просто национальность, а православные – это вера. Понимаете или нет, о чём я говорю сейчас? Русского может быть другая вера. Может быть. А вот если соединить нацию с верой, тогда начинается национализм. Если я русский, то я должен быть только православным, а если не православный, тогда пиф-паф, ой-ой-ой, умирает мальчик мой. Это всегда национализм заканчивается только войной. И всё. Национализм означает соединение веры и нации. Когда это происходит, заканчивается кровью всё только. Только кровью. Всё. Больше никак. Потому что, да, эти вещи соединяются, это гремучая смесь. Попытайтесь понять, что я не русский, и не еврей. Я душа. Я сейчас вам открою своё сердце. У меня есть любимый дедушка, который оставил тело только когда я пришёл к нему прощаться. До этого ждал. Мне было всего четыре года. Но он любимый дедушка. Потому что я его помню. Так как я его помню, я начал медитировать, молиться, чтобы почувствовать его дальше. Я увидел, реально почувствовал, что он родился в Китае. Живёт там. Но забыл, что он русский. Совсем. Совсем. И так будет с каждым. Не надо безумно считать, что мы будем рождаться в одном и том же месте всегда. Принадлежность к нации имеет временное значение. Мы души. А вот принадлежность к вере уже временного значения не имеет. Если человек православный и культивирует это в этой жизни очень серьёзно, сто процентов, что в следующей жизни он также будет православным. Без всякого сомнения. Услышали меня или нет? А вот где он родится, неизвестно. Вот так у меня произошло. Я в прошлой жизни культивировал индуизм. А дедушка ваша? А дедушка нет. Представляете, вот так вот жизнь устроена. И в этой жизни я как-то почувствовал вот эту веру и начал как бы её изучать. И сразу у меня, знаете, в сердце такое произошло. Я почувствовал, что это всё. Я когда приехал в святые места, вот, которые я приехал, да, в этой жизни уже, я смотрю, у меня всё знакомое. Это всё то, что я знаю, понимаете. Это стопроцентный признак того, что это с прошлой жизнью. Стопроцентный признак. Было у вас такое, вы куда-то приезжаете, как будто вы домой приехали. Какой-то город, какую-то страну. Значит, вы там точно жили когда-то. Стопроцентный признак. Не путайте веру и нацию. Нация даётся человеку по судьбе, по его карме. Вот русский, допустим, на Россию влияет Сатурн. Что это значит? Многие вещи значат. На санскрите слово Россия переводится решия. Слово «риш» означает «ясновидящий». Или человек, который мудрость, имеет мудрость. То есть, фактически, в древней культуре Россию называли страной мудрецов. Понятно, да? Вот. Но разные другие страны также имеют своё предназначение. Это одно предназначение. Второе предназначение — влияние Сатурна. Означает много работаем, тяжёлая жизнь. Помните, Некрасов написал, «Я не знаю такого селения, где бы русский мужик не страдал. Стоит там по лугам, по острогам и так далее». Это тоже предназначение. Понимаете? Русская жизнь означает тяжёлая, аскетичная. Третье предназначение — влияние ещё кое-каких планет. Приводит к тому, что в России много мата и так далее. Это тоже означает наша работа. Мы родились здесь, потому что мы должны с этим справиться. Это означает карма, судьба. Мы родились здесь, потому что так положено, потому что нам надо с этим справиться в своей жизни. Но вера ничего общего с этим не имеет вообще. Вера означает то, что дарено Богом. Это подарок, понимаете? Это нектар, это счастье, это совершенство жизни, это чистота, это высшая любовь. Это самое лучшее, что есть у человека в жизни вообще. Это вера. При чём тут нация? Мы хорошие. Нация означает объём работы. Наша нация — это душа настоящая. Мы вообще души, мы не принадлежим. Некоторые говорят «русская душа». Не бывает русской души. Душа всегда вечная. Она не русская, не американская, не еврейская. Она просто душа и всё, понимаете? Пытайтесь это понять. Душа, она душа. Она не принадлежит ни к Земле, ни к другой какой-то планете. Она находится, она принадлежит только духовному миру. А здесь материальный мир. При чём тут русская душа? Какая связь между этим? Никакой связи нет. Ну вот, душа делась в русском теле. Это связь уже. Это означает, что она имеет такую культуру, природу. Она как бы так живёт. У неё такой характер. Да, такое есть. Это факт. И это хорошо. И так же хорошо быть и германской душой. Понять друг друга очень сложно. Почему? Потому что культура разная. Карма, судьба разная. Когда приехал в Германию, там есть такой доктор Хней. У него водолечение. Он лечит водой. Я приехал как раз в то место, где он свою лечебницу поставил. Там такой небольшой бассейн. И в нём люди вот ходят, как цапли по инструкции. Одну ножку поднимают, другую опускают. И вот так ходят, лечат суставы. И водолечение. Вот такая вещь классная. Это родник. Такой бьёт родник, холодная вода. Я приехал с самолётом, мне надо где-то искупаться, снять напряжение. Я раздеваюсь до плавок. И немцы вот эти вот все там, они просто тихонечко берут и уходят оттуда. Потому что они не могут видеть, как человек, вместо того, чтобы ходить как сапли, по инструкции, как написано, он берёт и ложится там в бассейне. И лежит просто. Для них это просто, что он придурок просто и всё. Он не по инструкции делает, понимаете? Всё не по инструкции. Вы смеётесь, да? А вот если германец будет слушать, он скажет, да, так и есть. Потому что разные культуры, поэтому понимать друг друга тяжело. Понимаете? Потому что разные. Вот они какие? У них такая культура, им так хорошо, им нравится жить, им так классно, у них всё строго там, всё подметено, всё классно. У нас всё домой. Как хочу, так и построил. Что хочешь со мной делай, строил как могу. Всё. Генеральный план строительства. Там домики одинаковые, тут все одинаковые. У нас это невозможно. Русская душа, она революционная, понимаете, на природе. Там где цапли все как ходят, я и вкупаюсь. Но в душе этого ничего общего не имеют. В следующей жизни я могу в Германии родиться и быть германской душой ходить там. По струнке, понимаете? Ну ладно. У нас просто лекция заканчиваться должна, мой хороший. Ну я надеюсь, что я немножко хотя бы раскрыл тему сегодняшней лекции или нет. Рормально? Да. Я надеюсь. Вы в одной из своих лекций говорили, что когда мужчина и женщина хотят заниматься друг другом сексом, это означает, что души неродившихся детей и хотят, чтобы они стали их родителями. Как это можно понять, если мужчина в вашей жизни хочет заниматься с многим количеством женщин сексом и наоборот? Как это понять? У вас мужчина такой. А все мужчины хотят со всеми женщинами сразу сексом. Чем больше, тем лучше, понимаете? У всех мужчин такая природа. Они вот каждую женщину видят и думают, блин, с этой буду заниматься сексом. Вот он другую видит, ой, с этой буду тоже здорово было бы. И так действует природа. Точно так же, как все женщины. Все женщины. Они не могут не рисоваться. Перед любым мужчиной. Причем в священных писаниях, я не знаю, как на самом деле, но в священных писаниях говорится, даже если девушке 18 лет, она может рисануться перед 60-летним даже мужчиной. И увидит реакцию, будет счастлива. Даже если ему 60 лет, не имеет значения. Вот хоть какой возраст, если реакция есть на нее, как на женщину, она, блин, день прошел не зря. Помните, вот как эта песня-то? И улыбка, без сомнения, Руко снется вашей глаз. А почему? Потому что там незнакомый встречный паренек прошел. И он улыбнулся. Все, день прошел не зря. И хорошее настроение не покинет больше вас. Я такого в своих лекциях не говорил. Вы перепутали меня с кем-то другим. Я даже знаю, с кем, но не скажу. Я вообще так не говорю. Я могу вам сказать, как я считаю в этом случае, что если человек занимается сексом с кем-то, то это просто привлекает душу. Если люди просто занимаются сексом, то душа, она тянется в эталоно. Если идет занятие сексом, то душа тянется в эталоно. Но не может туда попасть, потому что не дают. И в результате в лоне женщины наступает в какой-то момент критическая масса этого желания, которое вызывает у женщины очень сильное раздражение внутри. Женщина становится очень напряженно раздражительной, готова всех порвать. Причина заключается в том, что слишком много мы развлекаемся. Понимаете? Потому что это мероприятие вообще предназначено для зачатия детей. Но все равно только очень возвышенные люди способны не развлекаться в этом направлении. Это очень трудно. Это реально надо быть сильным человеком. Очень важно женщинам также понять, что нельзя мужчину бичевать в этом направлении. Потому что у женщины очень много полового счастья идет чисто в тонких отношениях. Даже просто она комфорт от квартиры испытывает, это тоже ее половое счастье. У мужчины нет всего этого. Он единственное, может развлекаться только грубым сексом. Поэтому мужчины крышу рвет у многих, большинство мужчин по этому поводу рвет крышу. Это признак просто неразвитости духовной и все. Потому что развитые мужчины, они контролируют свое половое желание. Но это очень высокий уровень развития. Очень высокий. Фактически, веды описывают, что если мужчина может сидеть с раздетой женщиной рядом и не реагировать на нее, как на женщину, это значит, он полностью святой. У него нет и тени греха в сердце. И тени греха в сердце нет. Но это же очень высокий уровень. Вы понимаете, о чем я говорю? Поэтому, я не знаю, в чем конкретно ваш вопрос, как бы, про душ неродившихся детей. Вы не думайте о тех душах, которые, как бы, у вас не родились. Это Бог пускай об этом подумает. Это не ваша работа, понимаете? Вы вот живете, живите все спокойно. Что вы за Бога пытаетесь там что-то рассуждать? А вот тогда, зачем они нужны вообще тогда? И... Ну, надо подумать, нужен... Он нападывает обеих в итоге, и мечет... Ну, это значит, что у нее низкий уровень духовный, значит. У него низкий уровень, или она что-то не выдала, получается. А вот смотрите, вот смотрите, если вот у вас такая ситуация... Ну, у сестры стало. Вот смотрите, допустим, у меня такая ситуация, да? Неважно, у кого. Ну, допустим, берем человека какого-то. Он, допустим, девушка встречается с мужчиной, и в это время, когда она встречается, он ей изменяет. Два варианта ее поведения. Первый вариант поведения. Она перетерпела и продолжает встречаться. Это означает, что она такая же. И второй вариант поведения, она просто тихонечко с ним до свидания, и говорит, мне этого не надо. Она уже уехала в другой город, но он пытается ее вернуть, и пришел с кольцом уже к ней. Но он не может отвязаться. Ну, пусть пришел, какая разница, это его проблема. Просто поймите, если женщина благочестивая, и мужчина так в самом начале отношений себя повел, надо ему сказать до свидания. И все. Что понимать? Как что понимать? Созвязание вращается, а потом обманывается. Ну, он такой вот, у него такое развитие, понимаете? Потому что я еще раз вам повторяю, это влечение к женщинам, влечение к женскому телу, естественно, для любого мужчины. Для любого. Хоть святой, хоть не святой. Влечение к женскому телу означает следующее рождение. Все люди, которые не способны очиститься и уйти к Богу, получить духовное тело, если человек не способен, то у него всегда будет лечение к противоположному полу. Это неизбежность. Это признак того, что тебе придется рождаться вновь здесь, на этой земле или где-то в этом мире. Влечение к противоположному полу признак того, что ты еще недоразвит просто, и все, до духовных отношений. Поэтому в чем как бы обвинение? Если человек совсем недоразвит, то у него это влечение становится основой жизни. Он просто бегает от одной женщины к другой, потому что он молодой мужчина, у него нет сил как бы сдерживать себя. Ему это нравится и понравится. Третью встретит тоже понравится. Он за ней идет. Не успей шути, я бегу за тобою, чтоб вас с ней не расставлю в след к любому. У меня просто совсем другое, если лично у меня. Просто после двух уже болезненных расставаний мне в принципе, ну как-то нет энергии вообще на отношения. Ну, значит, надо молиться больше, духовной практикой заниматься, энергию получить. Больше всего это прошло? Энергию получить и жить дальше. Все равно придется жениться. Вот как вы сказали, когда вы начинали тему про однополы, да, что мужчин не воспринимаешь вообще там как объект. Это результат боли, это результат боли. Боль пройдет, и опять придется замуж выходить. Это прощение нужно, как вы говорили? Духовная практика, духовная практика. Полчаса в день. Хотя бы пять минут, мои хорошие. Пять минут. Пять минут, пять минут. Это много. Все, у нас не стало совсем времени. А после, пожалуйста, нет, нельзя, нет, нельзя, не воспользуйтесь. Сейчас нам надо садиться всем прямо в зал, она заканчивает, как бы, аренда зала заканчивается. Я очень, и очень, и очень, люблю ваши глаза. Не как женщин и мужчин, а как людей, которые ехали, стремились попасть в отношения на лекцию. Я никогда, конечно, не смогу оценить это в полной степени. Вот когда вы слушаете лекции, я благодарен вам, но не смогу настолько быть благодарен, насколько я должен быть. Наверное. Я буду стараться. Ну вот... А, я не забыл вообще сделать, ни одно объявление не сделал. Сейчас мы сделаем объявление, быстро. Это важно. Значит, 4 декабря есть один удивительный человек, которого я считаю своим наставником. У меня несколько наставников, и это наставник также многих моих сотрудников на работе. Его зовут Александр Хакимов. Зачем Богу нужны наши страдания? Такая тема, 4 декабря лекция. Приходите. От центра психологии Ирины Медведевы, там есть информация, где, когда. Я просто объявление делаю, чтобы это будет в Москве. 13-14 декабря будет уникальный авторский семинар Шалвы Александровича Аманашвили. Это академик. Удивительный, просто удивительнейшая лекция. Ему 80 с лишним лет. Он удивительнейший человек старой закалки. Он знает, лично знаком со многими президентами России даже. То есть он очень простой, очень глубокий. И он дает высочайшее понимание того, что такое воспитание детей. Выше понимания этого вопроса я не встречал ни одного человека в нашей стране. Счастливый ребенок Школа Мудрых Родителей. Кстати, он православный. Ну что, между нами. Когда это лекция? 13-14 декабря. Если вы увидите этого человека, пообщаетесь, вы никогда не забудете эту личность. Пока он на этой земле надо сходить, посмотреть. Таких людей осталось очень мало. Как он? Не потому, что он в возрасте, а потому, что он уникальный педагог, просто очень мощный педагог. 22 декабря остается новогодняя концертно-театральная программа «Счастливый вечер» с несчастным человеком. Гости счастливого вечера примут участие в разговоре с этим несчастным человеком о том, как стать счастливее. Насладятся яркими эмоциями. Знаете, это особенная концертная программа, потому что в ней воплотилась моя мечта. есть два артиста, которые сделали то, о чем я мечтал много лет. Они сделали постановки по моим лекциям театральной. Просто суперные, блестящие постановки. Вы увидите на целый час. И плюс еще мои товарищи, соратники будут петь нравственные песни, будут читать стихи. И я еще проведу такую беседу. То есть где-то час я буду пытаться вдохновить на следующий год. Дам свое понимание, какое он будет примерно. И мы попытаемся все вместе помолиться, чтобы все было хорошо. Это важно делать перед Новым годом обязательно. То есть вот такая программа. Сначала это в наше настроение молитвенное, а потом песни, танцы и в конце спектакль удивительный. Какого села? 22 декабря. Дальше. 29 ноября в Лужниках пройдет праздник Сладкой горы. Это уже ведическая культура чистейшей воды. Это не такие лекции, как у меня для всех. А там вот тоже для всех, но кто хочет с Ведой познакомиться, там будет чисто вот такое уже ведическое мероприятие, празднование древнее очень такое мероприятие. Приходите, кому интересно. В Лужниках прям в этом большом стадионе будет такой огромный праздник. Дальше благотворительный фонд пищи жизни, который кормит бездомных, занимается поддержкой здорового жизни. Ну как бы нуждается в вашей заботе, потому что благотворительный фонд. Подойдите, чуть пожертвуйте. Я вам гарантирую, что эти деньги не пойдут в карман какому-нибудь благотворителю, а на них будут действительно кормиться дети. Это стопроцентная гарантия. Я знаю лично этих людей, которые здесь находятся, они будут делать ваши деньги, принесут вам как бы благо своей деятельностью. дальше есть еще Владимир Георгий Жданов, мой близкий соратник, друг, кстати, тоже православный. Ну чтобы вы не думали, что я там сектант какой-то, у меня много разных друзей в разных верах. Вот, у него есть проект «Общее дело». Пожалуйста, участвуйте в этом проекте, потому что этот проект уже сейчас за за много лет своего существования колоссальные плоды принес, то есть уже мы видим результат, уже снижается количество пьянства в стране, смерти от пьянства и так далее. Помогайте развитию этого проекта. Это общее дело означает борьба с пьянством в России. Вот, и благотворительный фонд Настенька продолжает сбор средств для лечения восьмилетнего Павла Караивана с диагнозом лимфома, то есть рак крови. В прошлый раз нам удалось собрать 50 тысяч рублей. Большое всем спасибо. Нуждается ребенок в помощи. Чтобы жить, таким детям нужно вливать кровь постоянно. Если не вливать, то они оставляют тело. Значит, 28 ноября состоится мантра йога также с участием Александра Хакимова. Но это уже чисто ведическое мероприятие, кто хочет приходить и тоже не пожалеть. Вот и все объявления. А сейчас давайте сядем прямо. Экспериментальное пожелание всем счастья. кто против того, чтобы здесь сейчас прозвучала православная музыка поднимите руку. Есть такие? Нету? Значит, прозвучит. я просто попробовал желать всем счастья под молитвы. Просто супер. Потому что многие люди не могут представить голос святого человека там еще. А просто взять и когда начинает звучать музыка духовная, это делает такой удивительный настрой. Если вы спросите, почему православные, ну, потому что я не православный. Потому что это меня никак не компрометирует. И потому что мне нравится. Вот. Поэтому давайте пожелаем всем счастья. Очень простой настрой. Просто мысленно кланяемся святости, представляем святого человека в своей вере. Кто-то мужем манин, кто-то еще, кто-то. в мусульманстве кланяются священному писанию, имени Бога, святому месту. Вот. В разных традициях каждый по-своему воспринимает святость, но в целом везде одно и то же всегда. Я заметил во всех верах. Если человек не становится проводником вот этой энергии, чистоты через себя, ни одно проблему с помощью своих усилий в жизни решить невозможно. Усилие означает сначала вхождение чистоты внутрь, а потом использование ее. Потому что пока ее там нет, ничего не решается. Все решается за счет чистоты, этой энергии святости, которую мы забыли о ней думать. Понимаете, в нашей культуре мы забыли о ней думать. и в этом наша проблема сейчас, недоразвитости, которую мы имеем. Мы накланяемся и повторяем «Я желаю всем счастья». То есть это означает «Ко мне пришло и я отдал, почувствовал чистоту отдал, почувствовал, отдал. Вот так человек должен жить всю жизнь. Я желаю всем счастья». Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастью. Я желаю всем Счастье. Я живаю всем. 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 Счастье. Я живаю. Счастье. Я живаю. Я живаю всем. Счастье. Я живаю. Счастье. Счастье. Я живаю. Я живаю всем. Счастье. Счастье. Я живаю. Счастье. Счастье. Я живаю. Счастье. Я живаю. Я живаю. Счастье. 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 было хорошо и правильно. Я очень благодарен вам за то, что вы были со мной всё это время. Спасибо вам.